Добрый день, уважаемые студенты! Добрый день, уважаемые ординаторы! Сегодня тема видеопрезентации Первая помощь при кровотечениях на догоспитальном этапе Эта видеопрезентация предназначена для студентов 5-6 курса и ординаторов медицинских институтов любой специальности Посмотрим на цели данной презентации Первая цель – это виды кровотечений Вторая цель – первая помощь при сильном наружном кровотечении Третья цель – первая помощь при внутреннем кровотечении И четвертая цель – это принципы контроля кровотечений Сразу оговорюсь, что сегодня я не буду разбирать тему гиповолимического шока Только будет разбираться тема кровотечений По гиповолимическому шоку и по шокам вообще будет отдельная презентация Переходим к цели первой нашей презентации Это виды кровотечения Прежде чем мы это сделаем, я хочу, чтобы мы вспомнили наш главный алгоритм Первой помощи – доктор ABC Вы должны его хорошо помнить D – это danger A – это response A – это проходимость верхних дыхательных путей B – это дыхание, breathing C – это circulation или кровообращение по-русски И вот контроль кровотечения, он включен по современному стандарту Он присоединен к букве C То есть C означает circulation и также плюс контроль кровотечения Если не остановить кровотечение, то оно может привести Быстро привести к гибели у пострадавшего Здесь я хочу пояснить Конечно, если вы выполняете компрессии грудной клетки Это C Поддерживаете циркуляцию А у вас в это время где-то на голени, скажем, или на бедре Есть открытая рана, из которой хлещет кровь То смысла в ваших компрессиях нет Потому что кровь изливается И никакого, так скажем, эффекта от ваших компрессий нет Поэтому для начала вам нужно остановить кровотечение А потом продолжать компрессии Еще я хочу сказать, что, во-первых, тема кровотечения и тема переломов костей Очень тесно связаны друг с другом Но, тем не менее, у нас сегодня тема кровотечения и тема переломов костей Мы коснемся очень поверхностно Только в контексте курса GoBLS Основ поддержания жизни и базовый СЛР для начинающих И, во-вторых, давайте дадим определение Что такое рана Поскольку кровотечение всегда происходит из какой-то раны То нам нужно дать определение, что же такое рана Рана – это любое нарушение целостности мягких тканей организма И обычно любая рана сопровождается кровотечением В зависимости от локализации раны Кровотечение может быть наружным и внутренним Наружное кровотечение – оно видимое Кровь изливается наружу Ее можно видеть Здесь никаких проблем с диагностикой быть не должно Сильное наружное кровотечение – это прямая угроза жизни пострадавшего И, конечно, здесь надо действовать немедленно Если не остановить Или, по крайней мере, не контролировать Такое кровотечение каким-то способом То может развиться шок гиповолимический И последующая смерть пациента Внутреннее кровотечение – вот здесь уже проблема Оно невидимое Оно – проблема в плане диагностики, конечно Внутреннее кровотечение бывает в полости тела Допустим, в грудную полость В брюшную полость В полость таза В полость перикарда В полость черепа Оно может быть в полые органы и пространство Самым известным полым органом является желудочно-кишечный тракт Может быть в мышце, в жировую ткань, в клетчатку Так называемое пропитывание Пропитывание кровью мышечных слоев, в жировой ткани Может быть кровотечение в забрюшенное пространство И так далее Продолжаем нашу классификацию Кровотечение может быть Первое – это артериальное кровотечение Оно характеризуется тем, что кровь вытекает Сильной струей под давлением Она часто пульсирует Особенно если большая артерия Хорошо видно, что кровь пульсирует И кровь обычно ярко-красного цвета Или алого цвета Второй тип – это венозное кровотечение Оно характеризуется тем, что кровь не пульсирует Она вытекает из раны равномерно Непрерывным потоком И кровь обычно темного цвета И третий вид кровотечения – это капиллярное кровотечение Кровь как бы сочится из раны Такое кровотечение бывает, когда Допустим, ободрана кожа Или имеется неглубокие, но множественные царапины И так далее И, конечно, кровотечение может быть смешанным И венозным с капиллярным, допустим И артериальным с капиллярным Или все три вида И венозное, и артериальное, и капиллярное кровотечение Одновременно Все зависит от ситуации Симптомы кровотечения При наружном кровотечении главный симптом один Вы видите кровь Здесь никаких проблем с диагностикой быть не должно Вот при внутреннем кровотечении симптомов очень много И они могут быть самыми разнообразными Конечно, само кровотечение вы можете не увидеть Но вы должны его заподозрить Ваша задача – заподозрить внутреннее кровотечение Переходим к цели второй Первая помощь при сильном наружном кровотечении Необходимо выполнить прямое давление на место кровотечения Для прямого давления используйте свою руку Или можете попросить пострадавшего Можете использовать руку пострадавшего Если он с вами общается Если он с вами кооперирует То можете попросить его оказывать прямое давление на рану И используйте перевязочный материал, конечно же В виде прокладки Постарайтесь эту прокладку Что это? Это может быть марля Это может быть бинт Постарайтесь прибинтовать к ране Если прокладка сильно промокла кровью То не надо ее убирать Наложите поверх ее новую прокладку И не смывайте водой образовавшиеся тромбики Часто можно видеть картину Когда кровотечение где-то И человек держит под струей воды И естественно кровотечение не останавливается Почему? Потому что все тромбики, которые образуются Для того, чтобы остановить кровотечение Они смываются водой Здесь небольшая подтема Нам нужно будет уйти на 2-3 слайда в сторону Мы поговорим о нарушениях циркуляции Часто, как я говорил, тема переломов Тема кровотечения Очень тесно связаны друг с другом И вдруг вы видите такую ситуацию Что произошло нарушение циркуляции Давайте разберем В каких ситуациях возможно нарушение циркуляции Некоторые виды травм Могут привести к нарушению кровообращения в конечности Например, травмы, располагающиеся близко к суставам Могут передавить артерию Например, травма коленного сустава Перелом в области коленного сустава Может привести к передавливанию подколенной артерии И повреждения, расположенные близко к большим сосудам Также могут вызвать нарушение циркуляции Об этом надо помнить И это надо понимать Наши манипуляции Наложение давящей повязки Наложение гипса Тоже могут вызвать нарушение циркуляции Если вы, допустим, наложили эту давящую повязку Слишком туго Чтобы проверить, нарушена ли циркуляция Необходимо сделать следующее Конечно же, сравнить температуру и цвет поврежденной конечности С температурой и цветом неповрежденной конечности Ну, например, травма правого бедра Вы наложили давящую повязку И вы сравниваете цвет и температуру правого бедра и левого бедра И вы видите, что правое бедро Там, где вы наложили повязку Стало холодной Пульсации нету И, значит, температура снизилась Значит, это говорит о чем? О том, что возникло нарушение циркуляции После вашей наложенной давящей повязки Второй прием, который вы можете сделать Это так называемый симптом белого пятна Нажмите на ногтевую фалангу пальца Например, на руке или на ноге Пока она не станет белой Освободите и проверьте За сколько секунд она снова станет нормального цвета То есть розовой Если она станет розовой быстро В течение двух секунд Две и менее секунды То кровообращение мы считаем в норме Если наоборот Фаланга Ногтевая фаланга Не становится розовой Или какое-то идет замедление Этого процесса То, значит, кровообращение может быть нарушено Если кровообращение нарушено То необходимо выяснить причину Если повязка давящая Наложена слишком туго То надо ее сразу же снять И наложить снова Если даже после этого Кровообращение по-прежнему нарушено То необходимо срочно транспортировать Пострадавшего в лечебные учреждения Переходим к цели третьей Первая помощь при внутреннем кровотечении Иногда сложно диагностировать Внутреннее кровотечение Но на догоспитальном этапе Необходимо его заподозрить При внутреннем кровотечении Симптомов может быть очень много И они могут быть разными Когда мы выполняем диагностику Первое, конечно, это Опрос пострадавшего Если он в сознании И он может вам сказать Если в истории его жизни Так скажем Язва желудка Цирроз печени Гемофилия Все это вам может дать определенный намек На внутреннее кровотечение Надо спросить Бывали у пациента рвота с кровью Может быть Кровь, может быть, была алая Яркая Или, может быть, она была темная Может быть, у него есть Язва желудка в анамнезе Может быть, у него была рвота Кофейной гущей Или черный стул Все эти признаки Могут указывать На внутреннее кровотечение Может быть, был кашель с кровью Кровь Из уха, носа Темные круги вокруг глаз Так называемый симптом очков Ну вот на этой картинке Видно симптом очков Периорбитальные эхимозы Такое явление наблюдается При переломе основания черепа И кровотечении в полость черепа Соответственно Мы с вами поговорили о Как бы предыстории Что мы можем видеть При наружном кровотечении При внутреннем кровотечении Но есть какие-то общие симптомы Которые характерны Как для наружного кровотечения Так и для Внутреннего кровотечения Давайте мы с вами Посмотрим Какие это общие симптомы Первое Это Бледная Холодная И влажная Или липкая кожа Второе Это чувство Холода Пациент говорит Мне холодно Ну, это происходит За счет Централизации кровоопрочения Третье Это частый пульс Сердечно-сосудистая система Старается компенсировать Так сказать Доставку кислорода И начинает Да Гнать кровь через легкие И частый пульс возникает Который постепенно Становится слабым По мере того Как теряется кровь Следующий симптом Это Головокружение Ну, происходит гипоксия мозга Возникает Головокружение Следующий симптом Это чувство беспокойства Ну, за счет гипоксии мозга Возникает Этот симптом Может отмечаться Жажда Тошнота Если давление падает Человек может говорить Мне тошнит И Поверхностное дыхание Зевота И признак Как будто человек Ловит ртом воздух Как рыба Выброшенная на лед Вот примерно Такая картина Это все общие Симптомы Если речь идет о травмах Вы знаете Что ваш пострадавший Получил какую-то травму То вы всегда должны Подозревать Внутреннее кровотечение Если произошли Следующие События Первое Если пострадавший Получил сильный удар Острым Или тупым предметом В грудную клетку В живот В поясницу Или пах Конечно Вы должны подозревать В этих Ситуациях Внутреннее кровотечение Если имеется Переломы конечностей Конечно Здесь однозначно Вы должны подозревать Кровотечение Вы должны Хорошо расспросить Как была Получена травма Был ли удар В живот В области печени Или селезенки Удар был случайный Или умышленный Почему именно Селезенка И печень Потому что Это два органа Паранхематозные Они очень нежные Они очень Чувствительны К всякого рода Воздействиям Механическим Выясните Было ли падение С высоты Может быть Человек упал С какого-то там Этажа Был ли прыжок В воду Тоже возможно Скажем На каких-то водоемах Очень Небольшая глубина Люди туда прыгают Либо ногами Либо еще хуже Головой Да И ударяется Головой Одно Либо ногами Одно Ломают себе Кости Или шею Это тоже Надо выяснить Даже если Вы не видите Наружного Кровотечения Но вы видите Закрытый Перелом То уже Надо предположить Что есть Кровотечение Признаки Закрытого Перелома Какие Что вы Можете увидеть Это боль Деформация Конечности Подвижность В необычном Месте И так далее Все это Может указывать На закрытый Перелом Ну чтобы нам Понять Какие есть признаки Перелома Давайте вспомним Пять признаков Воспаления По Гиппократу Все знают Все студенты Должны знать Эти пять признаков Воспаления Первый Это рубр Краснота В области Воспаления Второй Это тумор Припухлость В области Воспаления Калор Повышение Местной Температуры Доллар Это боль И функция Леза Нарушение Функции Вот эти пять признаков Воспаления В полной Мере Можно И Применить К переломам Если у человека Есть перелом Будут Те же пять признаков Краснота Припухлость Повышение местной Температуры Боль И нарушение Функции И вот такая Интересная Таблица Которую Я люблю Всегда Демонстрировать Это Примерные Кровопотери При переломах Вот почему-то Всегда Если перелом Закрытый То врачи Некоторые врачи Конечно Не уделяют Должного внимания Объему Кровопотери Вот посмотрите При переломе Плечевой Кости Примерный Объем Кровопотери Составляет От полутора До От 0,5 Простите До полутора Литров При переломе Плечевой Кости При переломе Большей берцовой Кости Также От 0,5 До полутора Литров Может быть Кровопотери Она может быть Внутренне Она может быть В мышце В ткани В клетчатку То есть Это может быть Невидимо Снаружи Она может быть Внутренне При переломе Бедренной Кости Примерный объем кровопотери составляет от 1 литра до 2,5 литра То есть довольно много, иногда даже до 40% от объема циркулирующей крови И при переломе таза Примерный объем кровопотери может составлять от 1 до 4 литров То есть это очень значительная кровопотеря Больше 50% объема циркулирующей крови Конечно, перелом бедренной кости, перелом таза, перелом большеберцовой кости А тем более, если идет множественные переломы Там объем кровопотери очень значительный И на догоспитальном этапе, конечно, нужно уже начинать инфузионную терапию Не надо ждать Надо начинать инфузионную терапию Если кровотечение не остановить, то пострадавший постепенно или очень быстро Если повреждена крупная артерия, например, бедренная артерия Может войти в гиповолимический шок Старое название геморрагический шок Но сейчас названия поменялись Сейчас гиповолимический шок называется Сегодня мы не будем разбирать шоки Эта тема отдельной презентации будет Но буквально в двух словах мы должны вспомнить Что это за состояние Что такое шок Как проявляется клинически прежде всего Первое это тахикардия Частый пульс В норме пульс до 95 Мы считаем где-то до 95-99 Но если там 110-120 То, конечно, это уже тахикардия Бледность кожных покровов Губ, языка За счет централизации кровообращения Холодные и влажные кожные покровы Тоже за счет централизации кровообращения Спутанность сознания За счет гипоксии мозга Ткань мозга очень чувствительна К недостатку кислорода Со стороны системы дыхания Будет тахипное Частота дыхания 25 и выше В норме я напомню Что частота дыхания Составляет от 14 до 18 И если у вас есть тонометр Вы померили давление И артериальное давление низкое Это тоже один из признаков шока Но, к сожалению, это поздний признак То есть уже организм не может компенсировать Сердечно-сосудистую деятельность Давление начинает падать И какие ваши действия на догоспитальном этапе Если есть все указанные симптомы То немедленно транспортируйте пострадавшего в больницу Что вы должны делать по пути Согревайте больного Укройте его одеялом Больной всегда будет говорить, что ему холодно Даже если это летний, теплый день Жаркий день То все равно он будет говорить, что ему холодно Если пациент дышит Но находится без сознания То надо поместить его в позицию восстановления Но, если, конечно, нет у него перелома шейного отдела позвоночника Перелома грудного отдела поясничного Вообще, если позвоночник поврежден Конечно, в позицию восстановления его переводить нельзя Но, если этих состояний нет То его надо поместить в позицию восстановления Я надеюсь, что вы помните, что это такое Пить нельзя Возможно, ему будет выполнена операция Из этих соображений пить нельзя И, во-вторых, во время транспортировки У него может возникнуть рвота и аспирация Этой жидкости в нижней дыхательной пути И потом будут проблемы И контролируйте ABC Напомню, что ABC это Airways Это дыхательные пути B это Breathing, дыхание ABC это циркуляция Кровообращение по-русски Переходим к четвертой цели Принципы контроля кровотечений На догоспитальном этапе В первую очередь, конечно, вы должны Обезопасить себя Если вы врач, работаете на скорой помощи Или фельдшер, медицинская сестра То у вас, конечно, с собой вы должны иметь Так называемые средства защиты Такие как очки, маска, фартук и так далее Не забывайте, что пострадавший может болеть каким-то заболеванием Допустим, туберкулезом, спидом Ну, тем же ковидом, к примеру Поэтому себя нужно защищать Второй принцип Это проверьте рану на наличие инородных тел Если в ране имеется инородное тело Надо наложить повязку таким образом Чтобы это инородное тело было зафиксировано в ране И затем отправить в больницу Ни в коем случае нельзя удалять это инородное тело Потому что может возобновиться кровотечение Третий принцип Это необходимо сделать бублик из косыночной повязки Дальше мы с вами разберем, что такое косыночная повязка И этим бубликом как бы обложить торчащий нож Таким образом, чтобы иммобилизировать этот нож Чтобы он не выскочил во время движения Во время транспортировки из раны Четвертый принцип Положите пострадавшего в удобное положение Ну, если это возможно Если у него нет никаких травм позвоночника То почему бы ему не придать удобное положение Если он в сознании, тем более Пятое Используйте прямое давление на рану И шестое Приподнимите поврежденную область По возможности Ну, что это значит? Допустим, травма голени Можно придать возвышенное положение голени Таким образом, в силу гравитации Вы уменьшаете кровотечение из раны Используйте фабричный перевязочный материал Если он есть Если вы работаете на скорой помощи То у вас должны быть укладки А в этих укладках должен быть материал Бинты Повязки разные Все должно быть чистое, стерильное И так далее После наложения давящей повязки На рану Необходимо проверить пульс Дистальнее наложенной повязки Почему? Потому что возможен Компартмент синдром То есть вы можете ухудшить Кровообращение дистальнее Вместо кровотечения Вместо перелома И все может закончиться очень плохо Может закончиться гангреной И вплоть до ампутации конечностей Такие случаи были К сожалению И девятый принцип Если повязка наложена А кровотечение еще продолжается То наложите вторую повязку Поверх первой Вы видите, что первая повязка У вас вся промокла кровью Не надо ее убирать Потому что там сформировались тромбы Какие-никакие Наложите просто вторую повязку Поверх первой Наложение жгута Не рекомендуется Но это является противоречивым утверждением Было много очень дискуссий на эту тему У меня когда-то в свое время С моим руководителем Ну конечно В определенных ситуациях К сожалению без жгута Нельзя никак обойтись Единственное, что жгут должен быть хороший Широкий жгут Ни в коем случае нельзя пользоваться Проволокой в качестве жгута Жгут Он используется в военной медицине При больших травмах Таких как ампутация и конечности Например При наступлении на противопехотную мину Ну я одно время Встретился с врачом Он работал в Камбоджи И там очень много противопехотных мин В полях разбросаны Дети играются Наступают на мину Взрыв и отрывает конечность Конечно Если такая большая травма Ампутация конечности То Никакой давящей повязкой Вы там кровотечение не остановите Необходимо наложить жгут И необходимо всегда отметить Время наложения жгута Ручкой или фломастером Если у вас есть лед Обложите место кровотечения Место травмы Льдом По возможности иммобилизируйте Раненую конечность Используйте для этого шины Они бывают Фабричные Кустарные Или из подручного материала Такого как зонтик например Лыжные палочки Весло Какие-то дощечки Веточки Картон Сложенный в несколько слоев Тоже может выступать в роли шины Импровизированной На этом снимке я вам показываю Такую фабричную шину Называется Сэмсплинт Американская шина Она сделана из алюминия И покрыта полиуретаном Таким пластическим материалом Который легко обрабатывается Моется И эта шина Сейчас очень широко Практически во всех укладках Она есть У парамедиков на западе Эту шину можно наложить На нижнюю конечность Вот здесь показано Можно наложить На верхнюю конечность На любую область В принципе Потому что она гнется Она моделируется Так сказать И на вот этом Снимочке показано Как можно использовать Эту шину Сэм Сэмсплинт То есть ее можно использовать В качестве даже шейного воротника При переломах Плечевой кости При переломах Предплечья При переломах Голени При переломах Бедра То есть При всех практически Переломах Ее можно использовать Давайте поговорим Про требования к шинам Шины должны быть Достаточно прочными И ригидными То есть они должны Держать конечность Иммобилизованной Они должны быть Достаточно длинными То есть захватывать Два сустава Шины должны быть Достаточно Широкими И необходимо Подкладывать прокладки Специальные подушечки Под выступающие Костные выступы К примеру Если предстоит Длительная транспортировка То могут развиться Пролежни Под этими Костными Выступами И как я говорил Есть такая Вещь Называется Треугольная повязка Или Косыночная повязка По английски Слин Что это такое Это Просто ткань Хлопчатая бумажная ткань В виде Прямоугольника Со сторонами Основание треугольника Составляет 120 Сантиметров На 80 Сантиметров С каждой стороны И таких Нужно держать Треугольных повязок Где-то 5-6 Штук В укладке Этой информации Для спасателей И вот Вы видите Здесь Рука Перелом руки Или травма руки Какая-то И Она Помещена В такую Треугольную повязку Если Если есть Перелом верхней Конечности То После иммобилизации Можно поместить Верхнюю Конечность В эту повязку Чтобы уменьшить Движение Ну Естественно Уменьшите движение Уменьшайте Болевую импульсацию Уменьшайте Боли Уменьшайте Кровотечение И так далее Ну Таких Треугольных Повязок Очень много Производится В разных Странах Вот Но Это Не обязательно Ее Где-то Искать Чтобы Купить Ее Можете Изготовить Сами Берется Обычная Хлопчатая Бумажная Ткань И Вырезается Равносторонний Треугольник Как я Сказал Основание 120 Сантиметров И Боковые Поверхности По 80 Сантиметров Вот Такая Повязочка И Она Может Использоваться Во многих Ситуациях Не Только Для Иммобилизации Верхней Конечности Она Может Использоваться Как Жгут Она Может Использоваться Как Давящая Повязка Она Может Использоваться Где-то В 15 В 16 В Видах Повязок То есть Мы Можем Выполнить Около 15 16 Видов Разных Повязок С помощью Одной Такой Треугольной Повязки Но Сегодня Мы об этом Говорить Подробно Не будем Просто Вам Информация По Этому Важному Инструменту В работе Доктора Надо В госпитальном Этапе Это Треугольная Повязка Пару слов Хочется Добавить Про Особенности Контроля Кровотечения При ранении Головы Мы знаем Что кожа Головы Очень Хорошо Воскулиризирована И Кровотечение Может быть Артериальным Венозным И Смешанным Артериальное Кровотечение Из мягких Тканей Головы Менее Опасно Для жизни Как это ни Странно Оно Прекращается В течении 10-15 Минут Но Учитывая Характер Травмы Вместе С артериями Часто Повреждаются Кости Черепа Поэтому Нельзя Выполнять Пальцевое Прижатие Или Прямое Давление На рану Особенно В области Височных Костей Из-за Возможного Вдавливания Костных Отломков В ткань Мозга Венозное Кровотечение Из ран Головы Может Представлять Смертельную Опасность Любое Незначительное На вид Ранение Может Привести К смерти По двум Причинам И какие Причины Причина Первая Это В просвет Поврежденных Вен Может попасть И всосаться В воздух Что может Привести К быстрой Смерти От Воздушной Эмболии Мозговых Сосудов И Вторая Причина Это Длительное Обильное Кровотечение Из вен Головы Может Привести К опасной Для жизни Кровопотери Ну Какие наши Действия Ну Как и при Любом Другом Кровотечении Приложить К ране На голове Прокладку Или салфетку 10-12 Слоев И зафиксировать Ее Бинтовой Повязкой Шапочкой Или трубчатым Бинтом Есть еще один вопрос Который я решил Включить В эту презентацию Это Как обращаться С ампутированной Конечностью Ну Такие ситуации Бывают Ну В военное Время Их много А В мирное Время Тоже встречается Ну Бывает Ампутация Полная И неполная Если имеется Полная Ампутация То Получается Что эта Конечность Отделена Полностью Отделена От Оставшегося Тела Так скажем И что Нам нужно Сделать Завернуть Конечность В чистую И улажную Ткань Положить Конечность В чистый Контейнер Ну Обычно Это целлофановый Пакет Потом Этот пакет Положить В другой Контейнер Со льдом Подписать Пакет Фамилия Имя Отчество Дата Время И срочно Отвезти В больницу Пациента Но Не забудь Не забудь Не забыть Захватить Конечность А то Были такие Случаи Что Привезли Больного А конечность Забыли Пришлось Ехать Назад За Конечностью Конечно Это потеря Времени Но В том Случае Все Обошлось Благополучно Конечность Пришили Если Повязку Повязку На рану Чтобы остановить Кровотечение А может быть даже Игут Надо посмотреть По ситуации Покрыть Ампутированную часть Влажной тканью Положить повязку И наложить Лед И подведем Уроки И подведем Итоги Урока На этом уроке Вы узнали Виды кровотечений Первая помощь При сильном Наружном Кровотечении Первая помощь При внутреннем Кровотечении Особенности Помощи При Кровотечениях Из мягких Тканей головы И принципы Контроля Кровотечений Это последний слайд Здесь дан Адрес Моей электронной почты Мой аккаунт На фейсбуке В инстаграме Пожалуйста Следите за моими Постами Пишите мне На почту Если у вас есть Какие-то вопросы Либо прямо На ютуб канал Свои комментарии Вопросы И так далее Буду рад Ответить На них Спасибо вам Большое За внимание До свидания Всего вам Доброго